Какой хороший ты малыш. Аня, скажи, пожалуйста, как он сегодня кушал? Отлично кушал. Нормально? Да, всё, усваивай. Людмила Васильевна врач, как принято говорить, с большим опытом. Медицинский тогда ещё институт в Минске она окончила 40 лет назад. С тех пор не расстаётся с любимым призванием – лечить самых маленьких пациентов. Эта работа меня очень захватывает. И дети вообще – это очень благодарные пациенты, поскольку всегда мы видим положительные эмоции. Как только станет ребёночку лучше, всегда он улыбается, родители довольны. Всё замечательно. Параллельно с работой в детском инфекционном отделении, своим опытом доктор делится и со студентами. При этом ещё 8 лет назад Людмила Васильевна могла оставить все хлопоты и уйти, что называется, на заслуженный отдых. Но, как сама признаётся, только благодаря пациентам возраст и остаётся лишь цифрой в паспорте. В свои 63 в родной больнице её называют долгожителем. Ведь многих здешних врачей она помнит ещё со студенческой скамьи. И по сей день за советом они обращаются к своему наставнику. Это люди с огромным опытом, у которых есть чему поучиться. Они могут передавать свои знания, у них есть к этому желание. И, наверное, это для нас пример не только как коллеги, но и как старшего товарища, как педагога, как замечательного, внимательного человека. О том, чтобы однажды всё-таки оставить работу, Людмила Васильевна пока и не думает. И сегодня о таких, как она, становится всё больше. У пенсионеров, которые не готовы сменить рабочее место на беззаботную старость, в Беларуси примерно четверть. Оно и понятно. Нынешние рамки пенсионного возраста были установлены более 80 лет назад. За это время средняя продолжительность жизни увеличилась практически на 60%. Как именно изменять пенсионный возраст, сейчас обсуждают в правительстве. И немалое значение здесь имеет мнение именно тех, кого это напрямую коснётся. А вот предложения, с которыми люди обращаются к чиновникам, звучат самые разные. Перед нами поставлена задача, это обобщать мнение граждан. И сегодняшняя прямая линия, тоже основная цель её, это услышать такие предложения. Скажите, пожалуйста, а что предлагаете вы? Ну, я предлагаю женщин увеличить, а мужчинам оставить прежним. Хорошо. А женщинам увеличить до скольки? Ну, максимум до 60. Основные варианты, которые сегодня рассматривают, предполагают повышение пенсионного возраста от 3 до 5 лет. Но делать это намерены не сразу, а поэтапно. Например, с шагом в полгода, начиная уже с 2017-го. А вот если бездействовать, очень скоро наступят и последствия. Дисбаланс может привести к значительному уменьшению трудовых ресурсов. И по прогнозам Министерства экономики, если не повышать возраст выхода на пенсию, население в трудоспособном возрасте к 2030 году может сократиться более чем на 500 тысяч человек. Соответственно, увеличится население, которое выше трудоспособного возраста. Экономика попросту не справится. И надо признать, многие из тех, кто сегодня буквально на пороге пенсии, это понимают. Мало кто хочет взваливать такое бремя на своих детей. А некоторые просто не представляют свою жизнь без любимого дела. И намерены задержаться до тех пор, пока позволяет работодатель и собственное здоровье. Говорят, можно найти занятия по вкусу. Но лучшего занятия я для себя не придумываю, чем работаю. Наталья Стельмах, Максим Вечерков, Владимир Петенёв, Дмитрий Лац. Наши новости ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...